Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. В Священном Писании описано множество явлений и событий. Есть повествование и о некоторых городах в качестве назидания. Первое. Достопочтенная Мекка является самым чистым и святым местом на земле. Она располагается на территории Королевства Саудовской Аравии. В Мекке находится Кааба, которая является Домом Господа, а также Киблой, местом, в сторону которого обращаются верующие во время молитвы. Мекку упомянул Всевышний в 24-м аяте суры Аль-Фатх. Смысловой перевод. Только Аллах удержал десницы неверных, избавив вас от их зла, и удержал ваши десницы от того, чтобы вы не сразились с ними в центре Мекки после того, как Он даровал вам победу над ними. Поистине, Аллах видит все, что вы делаете. Тафсир Аль-Мунтахаб. Второе. Пресветлая Медина. Медина – город, наполненный милостью Всевышнего Аллаха. В нем находится могила лучшего создания Господа, пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Медина также располагается на территории Саудовской Аравии, на расстоянии 430 километров к северу от Мекки. Этот город упоминается в 101-м аяте суры Ат-Тауба. Смысловой перевод. Среди бедуинов, живущих в окрестностях Медины, есть лицемеры, которые не уверовали, но скрывают это и притворяются верующими. И среди жителей Медины также есть лицемеры, которые так искусно скрывают свое лицемерие, что и ты, о пророк, их не распознаешь. Но Аллах знает, какие они на самом деле, и Он их накажет дважды в земном мире. Один раз Он поможет вам одержать победу над вашими врагами, которая лишит их покоя, и второй раз, когда Он разоблачит лицемерие этих людей. Затем они будут возвращены в последней жизни к великому наказанию в адском мучительном огне. Тафсир Аль-Мунтахаб. Третье. Иерусалим. Самое загадочное место на нашей планете. Для верующих этот город в Палестине связан прежде всего с великим событием, получившим название Исра Уальмирадж. В ночь на 27 число месяца Раджаб пророк Мухаммад, мир ему и благословение, удостоился чести быть вознесенным на небеса. Именно на месте мечети Алякса в Иерусалиме и произошло ночное вознесение. В Коране сказано, смысловой перевод. Муса сказал своему народу, «О народ мой, повинуйтесь приказу Господа и вступите на священную землю, предназначенную для вас, и не отступайте перед ее сильными обитателями, чтобы не оказаться вам лишенными Божьей победы и Божьей благосклонности» – Тафсир Аль-Мунтахаб. Здесь под священной землей подразумевается земля Иерусалима. Четвертое. Вавилон. Этот город расположен в центре Ирака. Всевышний упомянул его в 101-м аяте суры Аль-Баккара. Смысловой перевод. Они верили тому, что их шайтаны и нечестивцы ложно измышляли о царствовании Сулеймана, говоря, что он не был ни посланником, ни пророком, которому не спослано откровение от Аллаха, а был лишь колдуном, благодаря чему имел власть над джинами, птицами и ветром. Но Сулейман не был ни благочестивым и ни покорным. Он не был неверным. На самом деле, те из них, которые обладали сатанинскими качествами, открыто не повиновались Богу, обучая колдовству людей, которым они занимались с помощью связи со злыми духами, используя знания, заимствованные из того, что было неспослано двум в Вавилоне – Харуту и Маруту. Но Харут и Марут не учили никого, не предупредив, что они искушают их и возбуждают зло, и предостерегали людей, чтобы они не были неверными. Но те с сатанинскими качествами переняли только зло и учили людей, как и чем разлучить мужа с женой и другим подобным делам. Но они не могут вредить этим никому, иначе, как с дозволения Аллаха. Они упорно старались обучиться этому искусству, которое вредило и не приносило им пользы, хотя и знали, что те, кто приобретал эти знания, лишаются доли блаженства в будущей жизни. Как же ничтожна была плата, за которую они продали свои души ради зла, если бы они только знали. Тафсир Аль-Мунтахаб Пятое. Ирам. Всевышний Аллах сказал в аятах с 6 по 8 суры Аль-Фаджир. Смысловой перевод. Неужели ты не знаешь, как твой Господь подверг наказанию племя Ад, народ Худа и жителей Ирама, воздвигших высокие, изящные строения, подобные которым по прочности и величию не было создано ни в одной другой стране? Тафсир Аль-Мунтахаб. Этот город племени Ад, названный в Коране Ирамазад Алимат, расположен на Аравийском полуострове между государствами Йемен и Аман. До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.